День спонтанного проявления доброты – это международный праздник, который принято праздновать всеми народами в один день, а именно 17 февраля каждого года. Не имеет значения, кто вы по национальности, в какой стране проживаете и какие у вас религиозные взгляды. В этот День доброты можно делать столько добра, сколько захотите, или просто больше обычного. Это только одобряется и поддерживается другими людьми. Ведь суть этого праздника в том, чтобы научиться быть добрым, отзывчивым и бескорыстным к другим людям и их проблемам. День доброты молодежной администрации Формановского района основатель школы волонтеров не смогла оставить без внимания. В последнее время отмечен значительный рост волонтерских организаций в России. А это значит, что мир не без добрых людей. Волонтеры – обычные люди, которые готовы помочь в различных ситуациях и протянуть руку помощи. Члены молодежной организации при поддержке Центрального Дворца культуры организовали бесплатный показ тематических фильмов под названием «Я волонтер истории неравнодушных» и «Волонтеры будущего». Фильмы рассказали о добровольцах – настоящих героях нашего времени, подвиг которых обычно остается незамеченным. Это картины о людях, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым людям. Для них нет чужой беды. По данным социологов, 11% россиян говорят, что у них есть опыт волонтерской деятельности. По словам председателя молодежной администрации Алены Маковой, в день спонтанного проявления доброты, каждый может сделать что-то доброе и полезное в адрес своих близких. Конечно, в особенно внимание нуждаются пожилые. Волонтеры нашего города – молодые и так называемые «серебряные». Не считаясь, с личным временем стараются своей работой принести пользу окружающим. А лучшей наградой является улыбка, слова благодарности тех, кому помогли. Оставаться добрым – это не слабость, это великая сила, которая помогает выжить, остаться человеком и сохранить в себе самые лучшие и нужные качества характера. Только поступками и хорошими делами можно доказать, что ты добрый, отзывчивый и хороший человек. Волонтеры Фурманова занимаются совершенно разными направлениями волонтерской деятельности. Это и помощь в Центре социального обслуживания, это и обеспечение работы крупных спортивных мероприятий из недавних – это Фурмановская лыжня. Это, безусловно, сейчас очень много проектов в рамках реализации «Года памяти и славы». Помощь адресная ветеранам, работа по сохранению памяти в Великой Отечественной войне. Ну и, конечно же, элементарными задачами, как помощь принеси, помощь помоги отнести и тому подобное. В ближайшее время волонтеры проведут праздничный концерт в Центре социального обслуживания, будут принимать участие в заплывах фурмановских наших моржей. Волонтером может стать любой желающий, который чувствует, что у него есть в первую очередь свободное время заниматься волонтерской деятельностью, потому что временной ресурс – это для нас наиболее важный. Человек, который хочет отдать себя на благо чего-то полезного в этом направлении. Если вы хотите стать волонтером, вы всегда можете обратиться в молодежную администрацию нашего города. У нас уже сейчас реализуется проект «Школа волонтерства. Я – волонтер». Ребята обучаются волонтерской деятельности и уже параллельно даже практикуются в каких-то акциях. Обращайтесь к нам, и даже несмотря на ваш возраст, вы всегда можете стать человеком, который хочет подарить частичку добра. Спасибо. 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 Спасибо.